Перед началом матча столичного локомотива с Анжи, углядеть Черкизове хоть какой-то намек на ажиотаж или напряжение было невозможно. За полчаса до начала игры Николай Левников бодался со стойкой ворот, рабочие на ходу чинили гостевую скамейку запасных, а главное открытие старта сезона, Будун Будунов, совсем не усердствовало время разминки. В атмосфере общей расслабленности выделялись разве что бодрые болельщики Анжи, заполнившие одну из двух оставшихся на стадионе трибуны. Гаджи Гаджиев появился перед московской публикой, ни походкой, ни жестом не выдав своего волнения, которого, возможно, и не было, поскольку гости взяли в игре с места в карьеру. Пусть первый удар Серхаева, поставивший точку в перепасовке Ранжеловича с Будуновым не точен, он все равно не выпадает из рамок складывающегося правила. Анжи поначалу смотрятся веселее и железнодорожников, и их главного тренера. Тем не менее, локомотив забивает первым. Алексей Смертин, играющий накануне своего 25-летия, дважды заходит на цель, и вторая попытка становится результативной. Будунов, вроде бы уже опередивший Дроздову в борьбе за мяч, отскакивает от семерки москвичей после жесткого стыка, и захлебнувшаяся атака мигом трансформируется в голевую. Терехин убегает один на один с Житковым, и мягко подсекает мяч. 1-0 на 13-й минуте. Гаджиев по-философски стоит. Душевные переживания проявляются только в виде небольшой гримасы. По видеосчете локомотив больше внимания уделяет левому флангу атаки. Сюда на помощь Смертину все чаще приходит Саркисян. Подачи в трафную верхом почти нет, мяч можно доставить туда и по траве. Однако Терехин мажет из убойной позиции. Игровое преимущество Лока больших сомнений в исходе встречи не вызывает. Как вдруг Смертин, нестерпев обиды, возвращает после свистка должок Рахимичу, и отправляется досматривать остаток матча за пределами поля. Легкая заварушка подводит черту под первым таймом. У Анжи, кажется, появляется шанс уехать из столицы на белом коне. Бессмертин во втором тайме локомотив откровенно уходит в оборону, словно улитка в свой домик. Игра пишется под диктовку Анжи. Махачкалинцы предпочитают продираться к воротам Нигматулина по центру, хотя атаки через фланги несут себе больше угрозы. Временами Нигматуллин в одиночку сражается за свою сухую серию. После перерыва железнодорожники, естественно, играют с одним форуном Терехиным. Вместо Булыкина вышел Маминов, однако полузащите хозяев никак не удается подержать мяч в середине поля. Анжи в атаке начинает напоминать конвейер. Удунов с Анжиловичем все чаще играют с двойного центра, не столько оводя защитников локомотива, сколько проталкиваясь сквозь них. Однако с голевыми моментами у гостей не густо, пока Рахимич не решается просто забросить мяч штрафную. Рома Хагаларова вызывает вспышку активности у тренера Флока. И Штреков пытается докричаться до футболистов, но сильный ветер уносит все слова в сторону. В конце концов, дагестанцы забивают трудовой гол. Оборона локомотива опять проигрывает сопернику воздух, и ей только остается, что вскидывает руки, апеллируя к боковому судье. Тот солидарен с москвичами по поводу офсайда у Гордеева. Гол не защитен. Гаджиев единственный человек, умудряющийся сохранять спокойствие посреди своего штаба, обезумевшего от обида. В оставшееся время Анжи играет мощно, но дожать уставший локомотив не может. Снова выручает в концовке Нигматуллин, выигрывая дуэль у Будунова. Поражение Гаджиев воспринимает все так же спокойно. Запас моральных сил даже позволит ему пошутить на пресс-конференции. Я думаю, что мы где-то с вами виделись, да? Я думаю, что да. И поэтому я вопрос прослушал. А что, блядь, черед?